Тысячи жителей Шигарского района получили возможность подключить голубое топливо к своим домам. Сегодня в поселке Победа состоялась торжественная церемония запуска распределительной станции. Учительница Валентина Мазаева из поселка Победа всю жизнь топила печь, как все, дровами и углем. Несколько машин каждую зиму обходились минимум в 15 тысяч рублей. А еще нужно было все это разгрузить и сложить. На газовое топливо думала перейти уже давно, но не было возможности. Мы любим свой дом и будем довольны тем, что он станет еще лучше, еще теплее. Сейчас в поселке Победа живут более 2000 человек, это не считая дачников. Поэтому где строить новую газораспределительную станцию, у властей и газовиков сомнений не было. Она закроет потребности не только частных домовладений, но и социальных объектов сельского поселения. Наш поселок социально ориентированный, здесь объекты социальной значимости, коррекционная школа, дом-интернат, лесная дача. ГРС – это один из ключевых элементов инфраструктуры. Здесь давление из магистрального трубопровода снижается в разы, чтобы наполнить межпоселковые коммуникации. Газификация поселка потребовала слаженной работы не только подрядчиков, но и региональных властей, обеспечивших прокладку более 50 километров внутрипоселковых трубопроводов. Именно этот шаг сделан такой большой командой. Командой единомышленников, командой представленной региональными, муниципальными властями, группой компаний «Газпром». Региональная программа газификации стартовала еще в 2012 году. За это время проложены сотни километров коммуникаций и построены десятки станций. Мы только что были на газораспределительной станции, а на помощности хватаешь весь Игарский район. А все, что уже невыгодно тянуть, это вот в Каргале у вас, мы здесь строим, знаете, завод по сжижению газа, он будет на пять регионов работать. В подтверждение серьезных планов глава региона и газовики зажигают символический огонь в поселке под не менее символическим названием «Победа». Андрей Маланов, Иван Павлусов, Вести Томск.